ДИКАЯ ОХОТА Ну что же, квест, да здравствует искусство. Пора бы уже, наверное, его добить. Да, дружище. Неплохая у нас схватка была в предыдущей серии в конце. Было весело. Да и Песа, в принципе, я думаю, что удалась на славу. Ну подумаешь, разозлили мы каких-то бандюк. Ну подумаешь, отоварили их прямо на сцене. Ну, что не сделаешь ради искусства, не так ли? Да, пожалуй, в путь. С вами, конечно, хорошо, а в пути еще лучше. Геральт, как ты меня распознал? Привет, Дуду. Я слышал, ублюдок оставил тебе отметину на память. Значит, ты обо всем знаешь? Ты встретил Цири? Нет, мы пока ее ищем. А, Геральт, как все вышло-то? Давно уже я так не смеялся. Ха-ха-ха, расскажу ребятам, они же не поверят. Ты можешь мне объяснить, как вам с Лютиком удалось перейти дорогу одновременно Ройвину, ублюдку и храмовой страже? Все пошло не совсем так, как мы задумывали. Ха-ха-ха-ха. Ну еще бы. Почему ты не связался сразу с Пресциллой? Почему ты не связался ни с Пресциллой, ни с актерами? Я был в театре несколько раз в разном обличии, но так и не отважился. Не хотел их подставлять. Но когда услышал про новую пьесу, то подумал, что это шанс узнать, что с Лютиком и Цири. Я знаю, что Цири вернулась за тобой к ублюдку. Как ты выбрался? Я побежал было за ней, но... Наверное, я бы ей только мешал. Она крикнула, чтобы я сменил облик и исчез. Я их искал потом, Цири и Лютика, но они словно испарились. Я перепугался и каждый день принимал новый облик. Я подумывал, не принять ли мне облик Цири, чтобы обмануть тех, кто ее искал, но... Погоди ты, чудак. Геральт, ты когда последний раз видел Цириллу, а? Давно? Давно. Я тоже. Теперь-то она уже во взрослую деваху выросла. Дуду, обратись-ка в нее на минуточку. Геральт? Давай. Превратись в нее. Все? Я странновато себя чувствую, когда вы на меня так тарачитесь. Все, хватит. Это была плохая идея. Ты же не сердишься на меня, а, Геральт? Нет. Ну, мне сразу полегчало. А что с Лютиком? Нашли вы его? Его схватили охотники за колдуньями. Но у нас есть и хорошие новости. Менге нет в живых. Хорошо. Наконец, хоть кто-то его прикончил. Хотя на его место придет такой же, если не хуже. Не обязательно. Но троп чую, что это может быть вполне порядочный господин. О чем это он? С твоей помощью мы можем освободить Лютика. И что я должен сделать? Прикинуться Менге и отдать приказ перевести Лютика в Аксенфурт. А потом мы устроим засаду во враге и отобьем его. Погоди минуточку. Как же я стану Менге? Я даже не знаю, где держат Лютика. Но зато мы и знаем. Лютика держат на храмовом острове. Лютика держат на храмовом острове. Придется тебе самому узнать, где именно. А если это покажется подозрительным? И они начнут меня расспрашивать. Бьюсь об заклад, что никто и никогда не станет докучать предводителю охотников. Кроме того, ты же Доплер. Ты еще и актер в придачу. Ты в любой ситуации справишься. Если станет горячо, просто зайди за угол и обратись в Сисястую Бабу или, ну я не знаю, в Галку там. Ясно. Спасибо. Да не за что. Никто не знает, что Менге нет в живых. Никто не знает, что Менге нет в живых. Поэтому не бойся, что тебя раскроют. Никто не знает, кроме вас. А ты не имеешь отношения к пожару в казармах охотников? Ну, как тебе сказать. Жалко, я этого не видел. Да, было весело. Помню, помню эту серию. Ты справишься. Все думают, что Менге исчез, а значит, ты можешь рассказать им любую красивую сказочку. Мои ребята устроят засаду в овраге. Геральт присоединится к нам и будем ждать твоего сигнала. Как я в виде Менге с вами свяжусь и скажу, когда конвой отправляется? Ты наверняка что-нибудь придумаешь. Ну что, все ясно? Так, Дуду, двигай на Храмовый остров. Я соберу ребят и буду ждать тебя, Геральт. Да, до встречи в овраге. Погодите-ка, а что потом? Вы же не ждете, что я останусь на этой должности, как Ля Шарель. Буду сидеть себе и только время от времени сжечь кого-нибудь для отвода глаз. Нет, мы ждем, что после всего ты придешь в шалфей Розмарин, где мы все и встретимся. И нажремся, как дикие барсуки. Ну что, идет? Тогда за работу. По-моему, план просто прекрасен. Ты неплохо справился для первого раза. Всего пара мелких ошибок. Спасибо. А как вам вообще представление? Публика, кажется, не все поняла, но это нормально. Благодаря Кайрам пришло действительно много зрителей. Это очень здорово. Хорошо, что ты выбрал Абеляра на роль князя. Максим наверняка забыл бы о премьере или пришел бы в стельку пьяный. Вот, прошу, твой гонорар. Должна сказать, твоя манера игры такая минималистичная. Ты учился где-нибудь в студии? Я учился в Кайр Морхене. Минимум выразительных средств, максимум эффективности. Спасибо за гонорар. Удачи. Да, удачи. Статья о персонаже Присцилла обновлена. Статья о персонаже Дуда Бибельвель обновлена. Получено 2 очка опыта. Вот это да. Вот это я понимаю. Получено опыта 5 еще сверху. Итого уже 7. И целых 30 крон. Охренеть. Мне только, блин, эти охранники стоили в 140. Мать его. О, еще 20 крон сверху. Итого 50. Ну ладно, уже хоть более-менее. Хотя бы что-то. Так, получено 1 очка опыта. Еще 3 царик крон. Итого уже 80. Получено опыта 6. И еще 20 крон. Итого уже 100. Задание дополнено. Доздравствует искусство. Задание выполнено. Доздравствует искусство. Новое задание. Поэт в опале. Ну что же, друзья. Это был довольно-таки интересный квест. И я предлагаю, собственно, двигаться далее по этой сюрпризной линии. По этой ветке. И встретиться с Золтаном на месте засады. Я думаю, что будет довольно интересно. Так что давайте, пожалуй, так и поступим. Может и вправду получится Лютика отбить. Но вот это было бы здорово, на самом деле. Давненько мы не видели. Я думаю, что нам будет с ним о чем поболтать. Ну а потом, собственно, после того, как отобьем Лютика, и поболтаем с ним. Я думаю, что он получит много различных новых квестов. Узнаем подробности о Цириилле. Какие это, быть может. Ну а после уже займемся второстепенными заданиями на скелике. Коих у нас там тоже накопилось превеликое множество. И некоторые уже даже нам не по уровню. В плане того, что слишком для нас простые. Но, тем не менее, при этом они все равно довольно-таки интересные. Поэтому мы их тоже выполним. В общем, планы на ближайшие серии я вам озвучил. Давайте их потихонечку притворять в реальность. Так, вот его давай. Не надо себе бака прижигать. Это добра не доведет. Очень милостивый, но я тороплюсь. Поэтому извини. Сегодня моя милость на тебе не отразится никаким образом. Корчма семь котов. Давай-ка посмотрим. Может, тут будет то, что мы ищем. А именно, вишневую наливку на спирту и настойку из Мандрагоры, по-моему. Так, а может, название перепутал, но смысл, по крайней мере, я уловил. Так, трактирщица. Давай-ка покажи, что ты чем-то там торгуешь. Добро пожаловать в семь котов. Самую удачливую таверну в городе. Говорят, даже похмелье с нашего вина приносит удачу. Неужели? Ну, давай, показывай. Так, 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 давай-давай, пролистывай скорее. Смотрим, вот она, наливка из Мандрагоры, прекрасно. А вот она, вишневая наливка на спирту. Но только одна, мать его. Это чересчур мало. Да, это прям вообще ни о чем. Ну, ладно, спасибо хоть и на этом, прощай. Прощай. Так. Сейчас одного доноса хватит. Сразу на костер поволокут. Это точно. О времена, о нравы. Так, а выход-то где из вашей таверны? А то что-то как-то вход нашел, а выход нет. Ну, вот же, наверное, дверь. Выйдем на улицу, дабы людей не смущать. Да, попробуем немножко полохимничать. Так, белая чайка. Да, теперь, по идее, можем ее скрафтить. Замечательно. Мягкий ведьмачий галлюциноген. Прекрасно. Теперь можем сделать альбедо, гидроген, квиберид и прочие темы, которые нам нужны для того, чтобы вот эти вещи изготовить. Но сначала посмотрим, может быть, можем изготовить что-нибудь так. Например, какое-нибудь масло улучшенное. Нет, не можем. Ну, хорошо, например, против ликтов. Что нам требуется? Нам требуется сало медвежия и желудок пещерного тролля. Оно, это без шансов. Желудок пещерного тролля мы точно нигде не купим. Надо убивать его именно с тролля. Так, ну ладно. В принципе, масла мне особо не интересуют. Меня интересуют бомбы, на самом-то деле. То есть, я бы хотел, допустим, скажем, отличную мастерскую картечь. На нее мне не хватает только лишь негреда. Но давайте-то разготовим негреда, почему бы и нет. Прекрасно. И теперь можем сделать мастерскую картечь. О, да, детка. Ранит осколками всех противников в зоне поражения. Наносит урон огнем. Действует дольше, урон наносится вне зависимости от доспеха. Уничтожает гнезды чудовища. Урон с серебром 600, физический урон 600. И плюс урон огнем 10. По-моему, просто великолепная бомба. Класс. Так, давай-ка сразу даже ее поставим. Может быть, по дороге где-нибудь попутно сможем испытать. Используемые вещи. Мастерская картечь. Ну, да, детка. Целых четыре штуки. Ну, плотва, надеюсь, что тут наелась. И можем отправиться в путь далее. Поскакали. Ну что же, я искренне надеюсь, что у Дуду все получится. И что он сможет. Боже мой, плотва упоролась. Плотва упоролась реально жестко. Ладно, ничего бывает. Так. Где-то, кстати, здесь. Но тут фиг поднимешься, на самом деле. Ладно, проще, по-моему, пешком тут пройти попробовать. Давай, Геральт, я знаю, ты сможешь залезть. Отлично. Я в тебе не сомневался ни одной секунды. Красавчик. Ну что ж, а вот, кажется, и Золтан. А где же твои пацаны? Ты сказал, с пацанами будешь, вроде как, нет. Ладно, не важно. Я вижу, все готово. Точно. Как только они покажутся, перережем им путь. Хоть бы они целый отряд выздали. Знаешь, я вообще думаю, хороший это план. И охотно тебе помогу. И не то, чтобы мне не хотелось намолотить этих долбочистивцев хоть сколько-то. Просто я не понимаю, почему, раз уж у нас был Доплер, мы ему не велели просто освободить людей. Ну, мне кажется, это было бы слишком подозрительно. Это было бы слишком подозрительно. Менги исчезает, а потом возвращается со шрамом на лице и приказывает освободить Лютика. Ну, может, ты прав. Фрисцилла? Что ты здесь делаешь? Какой-то мальчишка принес записку от Дуду. Конвой отправится на рассвете. Можно я останусь с вами? Я не могу дома сидеть. Я так за Лютика беспокоюсь. Не боись, отобьем твоего хахаля. С нами лучше не балуй, лишь бы цел остался... О, сухо, я бы в рифму сказал, Геральт. Да предали мне, возвращайся в город. Пожалуйста. Я же не буду вам мешать. Ох, Геральт, оставь ты ее в покое. Уступи ей. Видишь, как она смотрит. Как мой Бобик, когда у него был заворот в кишок. Забавный ты, чувак. Ну, блин, здесь же и не место, на самом деле. Довольно опасно, может быть, но... Ладно, пусть остается. Ладно, пусть остается. Но при одном условии. Да, знаю. Когда начнется бой, буду держаться подальше. Эх, пока еще ничего не началось. Мы тут еще долго можем сидеть дождать. Нет, я не фанат Гвинта, мне нужно приготовиться к бою. У меня же тут нет настроения. Но вы играете. Ну, хорошо. Основы ты знаешь. Так что теперь будем играть по-серьезному. Едут, едут, вот они! Ты сцилла, оставайся здесь. Так, ну что же, друзья. Сейчас нам предстоит... Я думаю, что суровая схватка. Так, стражников пока как минимум троих вижу. Четыре-пять. Ну нет, человек, наверное, девять, наверное, мне кажется, сопровождает примерно. О, ни хрена у него. Как броня отрисовалась, интересно. Минус один. А вот это печально. Твою ж дивизию. Я вас понял. Давайте, ребят, надеюсь, исправитесь. Надеюсь, прицелу и все будет хорошо. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Найдем. Но время сейчас играет с нами плохую игру. Вот, нашел следы, отлично. Так, хорошо. Давай-давай-давай-давай-давай, родная. По следу. Идем по следу, хорошо. Так. Сюда. Ну так еще бы он двоих вез, считай. Считаю, что двоих, собственно, из Дакада, плюс еще и Лютика. Так. Пасека какая-то. Новый столб у нас тут для перемещения, это хорошо. Спокойно, Платва. Это просто пчелы. Так, окей. Следите временем где-то сюда идут, не по тропинке. Вот они, так. А далее, где они? Мать его. Угу, вижу. Так, давай-давай-давай, вперед. Так, уходит направо. То есть зря я пошел налево. Еще найдем. Главное, чтобы там у них бита была. По этого паре, задание дополнено. Так скажи мне, хватит ли бабу раз в неделю? Проезжал здесь кто-нибудь? Двое мужчин, один перекинут через седло. Да, даже измелькало что-то такое. Туда, налево отправился. Только я бы голову на отсечение дал, что он бабу вез. Потому как такой виск и вопли. Тут я с тобой, пожалуй, может быть даже соглашусь, но не совсем эта баба. Так, слушай, а тут купец есть, кстати говоря. Да, посмотрим, может у меня продается. Все то же самое, что я ищу. Мандрагора, да, вишня, вот это вот. Нет, нету. Ну и ладно тогда. Бывай. Так, плотва. Значит, говорит, налево поехал, да? Так. Хорошо. Следы пока, в принципе, вижу. Идут они в лес. Так, хорошо. О! Кажется, приехали. Да вон, услышно же. Или ты не они? Нет, не они. Это я тебя спрашиваю, в чем дело. Какой-то охотник вломился к нам в хату и выставил нас за дверь. Мы и пернуть не успели. Был с ним другой мужчина, такой чернявый. Ну, был. Болтал без умолку. Точно, Лютик. Охотник завалил дверь изнутри? Есть какой-нибудь другой вход? Вроде есть. Вроде. И где же он? И где он? Вот же любопытный. Обычный черный ход через туннель. Так, на случай неприятностей. Мы туда чужих не пускаем. И еще там есть. Цыц. Понятно. Ну, вы же хотите избавиться от охотников? Вы вообще от этого охотника хотите избавиться? Правду сказать? Так мы хотим от всех от вас избавиться. Ну да ладно. Вот тебе ключ. Заходи сзади через дверь погреба. Спасибо. Окей. Обещаю ничего не брать. Ну, скажем так, почти. Почти ничего, почти не брать. Почти обещаю. Ну, вы поняли. Так, через дверь погреба. Ага, понял. Киваю. Так, ну, дверь ты откроешь, нет? Геральт, твою ж дивизию. О, господи, боже мой. Отпереть. Да епер на третий третий. Ну давай, отпереть. Отлично. Ну, ох, нихрена погреба. У меня гарантии, что ты меня не обманешь. Я пойду туда вместе с тобой. У меня же нет выбора, правда? И без всяких штучек по дороге. Ты не знаешь, я в любой момент могу тебе башку свернуть. Хм. Интересно. Интересный подвал. Смотри, сколько есть красок всяких разных, да? Ай, блин. Так, ну, бухло оставим им. А вот еду, пожалуй, заберем. Так, взять. Нет, не будем брать пустую бутылку. Ладно. Самое время подняться. Надо дарить задницу охотнику. Я тебе больше скажу. Сегодня ты сердан, а завтра... Тихо. Я что-то слышу. Нет, нет. Только не клят. Так, хорошо. Давай начнем с Куэна. Теперь, пожалуй, поставим Акси. Пошли. Спокойно, Лютик, спокойно Ошеломление, сильная атака Готов, родной Не быть тебе там, кем-то там хотел Капитаном стать или кем после сержанта В общем, забей Так, подожди пока помолчи Ты мне таким нравишься гораздо больше Я пока быстренько обыщу дом этих Краснолюдов Ну, сырое мясо, это хорошо Да потерпи ты, потерпи немного Сейчас все будет Что же это такое? Алкагист, так, хорошо Ну, здесь в принципе нам поможет арт Нет, не поможет? Ладно, не важно Здорово, старина Давненько не виделись Геральт, обязательно надо все испортить Как раз, когда я разработал Как я рад тебя видеть Давно тебя не было в Новиграде А что? Пойдем поговорим снаружи Друг в беде, вы получили приз Замечательно Ну, слава богу, с ними тоже все хорошо Ну, что ты здесь делаешь? Ты цел? Я за тебя волновалась Лютик, балабол ты наш Мы отправились за вами А то эта твоя девушка всех так пилила Так пилила Жалко, вы не видели, как мы уделали этого охотника Я хотел это сделать совсем иначе, но... Геральт? Лютик, я хочу тебе кое о чем спросить Это важно, поэтому сосредоточься Где Цири? Цири? Я думал, раз уж ты здесь А вы не встретились? Я... Я не знаю, где она Ну, здорово Я знаю, что ты пытался ей помочь Я знаю, что ты пытался ей помочь Я одного не могу понять Зачем ты обратился к ублюдку-младшему? Никто другой просто не пришел на ум Будь у меня больше времени Я бы решил это как-нибудь иначе Но Цири говорила, что за ней гонится дикая охота В сравнении с этим Ублюдок казался мне совсем не опасным А что-то пошло не так Значит, ты уже обо всем слышал Я надеюсь, ты не очень злишься Мой план казался замечательным Покуда мы не начали воплощать его в жизнь Откуда я мог знать, что Менге охотится на Дуду? Наслышан я о твоем плане А теперь я хочу знать, что случилось с Цири Когда ты видел ее в последний раз? Мы были на храмовом острове Убегали от людей-ублюдка О, очевидный флешбек И очевидно, что надо поиграть за Цири А также узнать еще один кусочек ее истории И так вот медленно, наверное, по кусочкам-то По кусочкам эта мозаика Складывается в одну общую картину Которая дает нам представление Где же может Цири скрываться И что, собственно, она делает И почему за ней, в общем-то, гонится дикая охота Давайте посмотрим Это может быть интересным Ну, давай Попробуй, возьми Взял? О, хорошо как, а? Ой, как качественно Так, все, бежим Ох, жестоко какая Блин, Цири, это просто, конечно, вообще Просто песня какая-то Как же она хороша в бою, а? Ай, больно же, блин Да, йоперный, ты театр Тихо, тихо, тихо Спокойно, спокойно, спокойно Немножко надо жизни подвосстановить Я пожалуй думаю Так, а что касаемо магии У нас магия-то вообще есть, нет? Вспышка есть Так, выбрать надо Она выбрана сама, наверное, к игре Так, спокойно, спокойно Чуть-чуть силы постановить Немножко буквально Совсем чуть-чуть Самую малость Поехали Вот это трэш, постарайтесь Вот это магия, я понимаю Вот это великолепная работа Так, ребятки И еще раз, пожалуй, вспышечку Да, помощнее О, да, детка Охрененно Твою же мать Просто пипец какой-то Вообще Это нереальный бой Это просто фантастика Лучники так вот гребаные Немножко досаждают Ну да ничего Твою мать Ладно, спокойно Чуть отдышимся снова Хорошо Хорошо вошло Ну что-то это хоть больше и больше становится Давайте просто нарасварим А то как-то нереально Прямо-таки перебор Смотри, прям какая толпа Так, спокойствие Только спокойствие Да блин, как-то подняться-то Подожди А, ну в принципе Вот, я понял меня Ведет же маршрут здесь Хорошо, так и пойдем-то Вот так Двоих одним ударом Обожаю играть за нее Это просто супер Прямо-таки не геймплей А сказка реально какая-то Так, пацаны И еще разочек По тому же самому сценарию Ох, жестоко Ой, жестоко-то как, а? Все, уходим Солдрэк крутой, конечно, бин Солдрэк крутой, конечно, бин Ой, жестоко-то как Ой, жестоко-то Ой, жестоко-то Видно? Видно? Так вот оно, как все было Ну если, конечно, Лютик не соврал Ведь, в принципе, был же у него шанс Спокойно скрыться Но он решил вернуться и спасти Цири Ну что ж, благородное занятие Только, правда, не совсем верится мне в правдивость этой истории Потому что, зная Лютика, его трусливость Но, с другой стороны, зная его дружбу с Ильей, его привязни Да-да, а потом ты попадаешь в эту избушку слепому рту Балат хватит И тираж весь разойдется, как свежие булки Так Ага, заработаешь целое состояние А лучшим будет кусок, как стражник перекинул тебя поперек седла, как мешок картошки Ты заработаешь целое состояние Еще посмотрим Похоже, к старости ты становишься все сварливее Я просто беспокоюсь Как он на Цири Геральт, верь в нее Ты хоть представляешь, как она дерется Девочка сумеет о себе позаботиться Уверяю тебя В любом случае, ей придется вернуться за коробочкой С нее же все началось Коробочкой? А, ну да Ты забрал ее, ублюдка? О, Цири обрадуется Только ублюдок должно быть здорово разозлился Ублюдок мертв Ублюдка нет в живых А, так ты тоже умеешь злиться? Ну, надо сказать, мне его совершенно не жаль Он заслужил такой конец, как и свое прозвище Это замечательно Как хорошо, что ты приехал А наш общий приятель Сигеройвен Его ты тоже навестил? У него все хорошо Жаль Он, наверное, на меня обозлился Да, есть немножко Так а зачем нужен был этот филактерий? Цири говорила, что это И зачем она отправилась с этой штукой к ублюдку? А она пошла к ублюдку, потому что я ее туда отвел Я мог бы догадаться, что это был твой план А что? Не сломалась магическая штуковина А у ублюдка был доступ к чародеям, которые могли ее починить Кроме того, ей надо было разобраться со словами проклятия Проклятие? Я просто наторопилась Знаешь еще что-нибудь о проклятии? Какие-то детали, подробности? Ну, я знаю текст Ты шутишь? Нет Проклятие было по-эльски И Цири постоянно повторяла его, чтобы не забыть Звучало оно так Вафаэль эляйне кайдмильфолье Клоты в дорны айптенайт бундруитны и яхус Проклятие, связанное с уродством Я в жизни не видал никого страшнее Очаровательный гем Не знаю, как он-то Да и неважно Цири о нем упоминала? Цири о нем упоминала? Нет, ни про каких уродцев она не говорила Она вообще мало говорила Геральт, она уже не та девчонка, которая носилась по Кайр Морхен Да, да, по-прежнему живая и порывистая Но она еще упрямая и молчалива, как ты Точно Она снова ускользнула Я был так близко Она приехала сюда из Велина Там ей, как я понял, помогли Может, она вернулась обратно? Возможно Если проклятие имеет какое-то отношение к Куме, надо забрать его у барона Кума этот уродец? Что ты собрался с ним делать? Для начала снять проклятие Возможно, мне помогут в Кайр Морхене А потом, кто знает Кончайте трепаться Теперь моя очередь говорить с Лютиком Ну, тогда я в следующей очереди Идемте-ка обратно В шалфей и розмарин Ну, на сегодня с меня приключений достаточно Думаю, я вполне заслужил миску Жаркова и мягкую кровать Мы сто лет не виделись Может, заглянешь, когда будешь поблизости? Обязательно Думаю, мы увидимся довольно скоро Ловлю тебя на слове До свидания И еще раз спасибо за помощь Не за что это стоило Мне всего лишь нескольких уморительных часов Блуждания за последового блюдка Бесконечный драк с его стражей Убийство этого, как он, Менге Ну, и так далее И тому подобное Но это было довольно весело и эпично Ну, что же, наконец-то Лютик спасен Поэт на свободе Ну, а по поводу цели Так это вообще Порхает, как бабочка Нажарит, как змея Так там, по-моему, голоса, как оса Я не помню Ну, что же Следующий сюрпризный квест у нас получается Про угрозы А при этом здесь у нас еще есть Растепенный квест про золото Но я думаю, что по сюрпризам Подвинулись неплохо И дальнейшие квесты будем выполнять Именно второстепенные Я думаю, пока что Ибо их тоже тут накопилось Достаточно количество Что в Берине Что, собственно На Скериге Ну, что же, надеюсь, что вам понравилось Ставьте лайки Не забывайте про комментарии Большое спасибо, что смотрели Для вас играла комментирует Валда Это была игра Ведьмак 3 Дикая охота на Эпик Тайп До новых встреч Пока-пока